Фармосинтез Тюмень сегодня выпустил миллиардную таблетку. На торжественной церемонии присутствовали высокие гости и журналисты. Завод нацелен заменить импорт в стране. Достаточно ли мощности у тюменского предприятия для реализации таких амбициозных планов, узнала Татьяна Воротилова. Еще недавно здесь обсуждали банкротство. С приходом нового руководства строят грандиозные планы. Победить импорт в России. На рынке гормональных препаратов 95% иностранные. Уже в будущем году эту цифру намерены довести до 50. И только работа единственного такого завода в стране. Сегодня в Тюмени достигли выпуска миллиардной таблетки. Она теперь символ развития компании в руках заместителя губернатора. Компания действительно двигается с опережением графиков. В феврале здесь еще был только земельный участок. Сегодня мы видим уже, как выстраивается цех. И вот цех хранения продукции уже максимально готов. К маю месяцу планируется закончить строительные работы. И в сентябре мы надеемся, что мы уже будем с вами открывать новые линии. Больше трех миллиардов инвестиционных рублей вложат в этот проект. Гостям сегодня показали новые строительные площадки. Это почти 26 тысяч квадратных метров с уже открытыми цехами. Там администрация производства, которая произошла, которую мы сегодня еще предстоит нам посмотреть, она, в общем-то, в действии. И та поддержка, которую мы оказали, как департамент инвестиционной политики, как правительство Тюменской области, она, в общем-то, нашла свое применение и пошла, что называется, на пользу предприятию. Стройка идет, но оборудование уже закуплено. И планы работы на экспорт есть. Препараты для лечения сахарного диабета на мировом рынке в огромном спросе. А те, что сделаны в Тюмени, уникальные по доступной цене. Препарат является оригинальным, запатентованным. И мы рассчитываем на то, что как минимум несколько десяток стран будут получать этот препарат. Уже есть соглашение ряд странами. И мы начали поставлять препараты в Российской Федерации. С технологиями на заводе определились. Здесь установлены лучшие на сегодня водоочистные. Это автоматическая система очистки, традиционная. Но где используется только иностранное оборудование, высокотехнологическое. Весь ассортимент лекарств пока в процессе разработок. Одни новинки сейчас на стадии клинических исследований. Другие уже проходят регистрацию в ожидании рынок вакансий. Этот крупнейший завод в Европе даст почти полтысячи новых рабочих мест. Татьяна Воротилова, Алексей Красных, Тюменская служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...